Хей, доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной новостной ролик, и не будем долго затягивать, приступим к нашим новостям. Meizu представила свой новый флагманский смартфон Meizu 18X. Самое удивительное в том, что на борту будет 888 Snapdragon Plus, и цена будет начинаться в районе 400 долларов. И вот что официально пишется о нем. Официально представлен флагманский смартфон Meizu 18X, продажи которого начнутся 26 сентября, уже совсем скоро. Аппарат будет поставляться с операционной системы Android 11, что уже неплохо, дополнительной фирменной оболочкой Flame 9.2. Мне мало что известно про эту оболочку, но узнал, что многим она, в принципе, пришлась по вкусу. Оболочка Flame, имею ввиду. Сердцем новинки стал восьмиядерный процессор Snapdragon 888 Plus, наш горяченький процессор от Qualcomm. Но который является по факту флагманским процессором, 5-нанометровым, между прочим. Это вам не хухры-мухры. Да, тактовая частота процессора будет 3 ГГц. В состав процессора также входит графический ускоритель Adreno 660. И объем оперативной памяти достигнет 12 ГБ. И меня очень удивляет, что с такими параметрами Mezus могла выпустить такой, скажем, по цене бюджетный смартфон. То есть вот до сих пор Mate 40 стоит около, ну если покупать по полной цене, около 1000 долларов примерно. Конечно, можно найти дешевле, но не 400. Да, экранчик у него будет 6,67 дюймов, AMOLED дисплей, матрица формата Full HD+, с разрешением 2400 на 1080 точек. Эта панель обладает частотой обновления 120 Гц, что вполне неплохо. Но мы будем посмотреть, как говорится, как будет справляться процессор с отрисовкой 120 Гц. Поскольку не на всех смартфонах это работает как надо. Сзади находится тройная камера с конфигурацией 64 в 8,2 Мп. То есть у него будет NFC, у него будет Type-C, Bluetooth, Wi-Fi 6 версии, емкость аккумулятора будет 4300 мАч, 30-ваттная зарядка, тоже неплохо. И да, пробежимся по ценникам. То есть 8-гигабайтная версия, 8 оперативной памяти и 128 гигабайт, это минимальная версия. Она будет стоить 400 долларов, 8 и 256 гигабайт основной 430, то есть на 30 долларов, что в принципе небольшой разброс по цене. И 12-гигабайтная, и на 256 гигабайт основной она будет стоить, она память, смартфон будет стоить 465 долларов. Что в принципе несущественно по расценкам флагманских смартфонов. Но как говорится, будем посмотреть. Следующая новость звучит так. Миноборона Литвы призвала граждан выкинуть купленные китайские смартфоны. Национальный центр кибербезопасности при Министерстве национальной обороны Литвы порекомендовал не приобретать китайские телефоны и избавиться уже от имеющихся. По данным литовского ведомства, продаваемые в Европе смартфоны Xiaomi имеют встроенную возможность распознавать и блокировать фразы вроде «Освободите Тибет», «Здравствует независимость Тайваня» и другие. Также есть информация о том, что функция цензуры в моделях Xiaomi Mi 10T 5G по умолчанию отключена для европейского региона. Но ее могут активировать дистанционно в любой момент. И тем самым Литва не рекомендует приобретать своим гражданам смартфоны Xiaomi и подобные китайские устройства. А также избавиться от уже имеющихся, скажем, был бы ты гражданином Литвы или, если ты уже являешься им, напиши, пожалуйста, в комментариях, стал бы ты выбрасывать свой смартфон, исходя из этой новости. По мне так звучит немножечко диковато. Перейдем к следующей новости. Следующая новость у нас будет снова про Nokia. Дело в том, что Nokia представит 6 октября новые смартфоны, новую линейку смартфонов и планшет. Компания HMD Global, владеющая товарным знаком Nokia, 6 октября представит новые смартфоны и впервые за 7 лет планшетный компьютер. Предполагается, что первый с 2014 года планшет будет выпущен под названием Nokia T20. Он получит бюджетный ценник. Не исключено, что он будет конкурировать с новым планшетом iPad mini от компании Apple и другими более дешевыми устройствами. Ну, как и любой другой дешевый планшет, в принципе. Кроме того, на тизере предстоящей презентации изображены смартфоны, ожидающиеся, что им станут аппараты G50, про которые я ранее уже говорил, G55G, в прошлом новостном ролике, если хочешь ознакомиться, знакомься, G300 и X100. Также может быть анонсирован топовый смартфон Nokia 9 PureView. Да, Nokia в свое время давала жару. Кстати, напиши в комментариях, была ли у тебя когда-нибудь Nokia, если ты такой же бумер, как и я. Но по мне, так новые смартфоны Nokia будут привлекать только, скорее всего, своим ценникам. Если, конечно же, он будет адекватным. Камера наша разрядилась, поэтому с тобой был дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.